И снова здравствуйте, с вами Дэв. Ну а мы возвращаемся к обзору мультяшных черепашек-ниндзя от компании Нека. И сегодня у нас на обзоре пак маузеров. Если не ошибаюсь, это был строго онлайн релиз. То есть их нельзя было купить физически в магазине, их можно было заказать только через сайт Неки и никак по-другому. Ситуация максимально странная и мне пришлось заказывать все это дело напрямую от самой Неки, то есть из штатов. И давайте вернемся к вопросу покупки, доставки и моему мнению по этому поводу в самом конце видео. А сейчас давайте откроем данную коробочку и посмотрим, что внутри. Итак, коробочка открыта и это не получается назвать набором фигурок. Это пак аксессуаров. И открыв его, посмотрев, повертев, я начал понимать, почему это строго онлайн релиз. Вот это все далеко не для всех и не для каждого. Мало кто согласится покупать вот такую вещь, поэтому пускать это в массовый тираж, в массовое производство Нека скорее всего побоялась. Но давайте на это посмотрим более детально. Каждый сделает для себя соответствующие выводы. Я лично паком остался доволен. Я думаю, что поделить этот пак можно на четыре части. Во-первых, это четыре рабочих маузера, три разбитых маузера, пачка крысок и вот этот набор маленьких аксессуарчиков. По большому счету, что-то мы из этого уже видели. Например, вот эти крыски шли в наборе с крысиным королем, но в случае с крысиным королем их было три, здесь же их пять. Вот эта крыска шла в комплекте со сплинтером, однако она была чуть-чуть более темная. Вот крыска из комплекта сплинтера и вот крыска из комплекта крысиного короля, она тоже более темная. Вот они. То есть это использование тех же самых материалов. При этом я хочу отметить, что если здесь у нас покрашены глаза, то тут складывается ощущение, что сделали ну натяп-ляп. То есть хотели наскоряк. Покраски не хватает, здесь покрашены и ручки, и лапки. Давайте мы на это дело посмотрим более детально и давайте начнем с того, что просто лежит ближе. Во-первых, у нас здесь идет кусок пиццы. Когда мы говорим про черепашек-ниндзя, кусков пиццы много не бывает. Опять-таки, если у вас есть коллекция черепашек, а не просто четверо братьев. У меня здесь для примера Рафаэль. Вот если у вас не только 4 черепашки, но есть что-то большее и уже есть небольшой дисплей, то кусков пиццы определенно много не бывает. Он клевый. Такого куска пиццы по покраске у нас еще не было. Я думаю, по форме такой у нас уже был. Но у него была дырка вот здесь вот для того, чтобы можно было его надеть на Сай Рафаэля. В целом, тут будет еще любовь к Саю Рафаэля, но давайте об этом чуть позже. Очень-очень прикольная вещь. Далее. В комплекте идет кусочек сыра. Ничего сверхъестественного. Абсолютно ничего. Просто небольшой кусочек. Желтый цвет. Никаких теней. Ничего абсолютно. Тень создается натурально за счет глубины отверстий в самом куске сыра. Естественно, вкладывать его надо в ручки данной крыски. Вот таким образом он лежит. Знаете, неплохо. Весьма неплохо. Далее. В комплекте идет вот такой вот жучок. Если кто-то знает, откуда он, из какой он серии и что он из себя представляет, я вам буду очень признателен за инфу. Я информации не нашел. Единственное, что я о нем нашел, то, что его называют Spy Fly Robot. То есть это робот-муха. Шпион. Шпионский робот-муха. Ну вы поняли. Маленький. Прикольный. Три цвета. Но больше не нужно. Классно. И кассета VHS. Я не могу подумать ни о каком референсе, к чему бы эта кассета нас относила, если не считать того, что в принципе черепашки очень старые. И я знакомился с черепашками именно на кассетах. Опять-таки прикольно. Как какая-то вещь, которую можно будет положить на диораму. Очень-очень классно. Далее. Маленькие крыски. Три цвета. Коричневый, черный. Четыре. Коричневый, черный и... Ушки. Ушки покрасаны в розовый цвет. Ну и серый, как основной отель. При этом оттенка у них два. Вот с этими крысками сложно что-либо будет делать. Вот с такими. Потому что в случае с крысинным королем они повторяли контур его рук. Их можно было закрепить на нем. Собственно, он у меня на дисплее так и стоит с ними. В случае же с маузерами это будет сложно. Поэтому их надо будет куда-то крепить на диораму. Каким-то образом. То есть их нельзя будет просто поставить. Как, например, вот это. Их надо будет обязательно где-то крепить. В общем, надо подумать, пофантазировать. Возможно, я накреплю их на крысиного короля. И у него их просто будет больше. Не три. Он будет весь в них. Крысиный же король. Вот эту очень удобно поставить куда угодно на диораму. У меня есть распечатанные на 3D принтеры мусорные баки. Поэтому, я думаю, можно будет поставить куда-нибудь туда ее. Далее давайте перейдем к маузерам. И я предлагаю начать с тех, которые починены. Их четыре, они абсолютно одинаковые. Ничем вообще не отличаются. Значит, по суставам открывается пасть. Как вы видите. Нижняя. Нет, не нижняя. Верхняя. Верхняя часть открывается. Затем два сустава в шее. Один в основании головы. Другой в основании шеи. Это шировые шарниры. Которые достаточно подвижно. И дают очень большую свободу движения. Разбалтывать суставы я особо не хочу. Хотя, они очень легенькие. Я не думаю, что какие-то проблемы будут. Далее в ногах есть суставы. А именно, нога вращается вокруг своей оси. Сгибается в колени. И в щекотке. Щекотка достаточно тугая. В целом, суставы тугие. Но, буквально чуть-чуть поигравшись, вот этот сустав уже немножко разболтался. Я хочу надеяться, что они просто очень легкие. И падать они не будут. Плюс две точки опоры. Широкие лапки. Я думаю, что они будут устойчивы. Во всяком случае, мне кажется, что со временем они падать не должны. По покрасу здесь все максимально просто. То есть, черный, темненький для создания тени, иллюзии тени. И белый цвет для его основного тельца. Внутри пасть черная. И есть вот какая-то такая текстура. Хочу обратить ваше внимание на вот эту красную полоску. У работающих маузеров, вот у этих четверых, она красненькая. То есть, это символизирует того, что они исправны, они включены. Очень классная деталь. Спасибо огромное Nike, что они об этом подумали. Остальные такие же точно, я думаю, о них говорить не стоит. И еще три маузера разбитые. Вот этот маузер, такой же, как и все остальные. Но, во-первых, у него вот эта вот полосочка черненькая. То есть, он не работает. Во-вторых, у него вот здесь вмятины. В-третьих, вот тут тоже есть текстура вмятин, которая сделана покрасом. И вот тут тоже покрашена. И в голове есть дырка. В эту дырку идеально входит Сай Рафаэля. Если мы ему даже пасть откроем. То вот прям вот так можно сделать сквозную. Также в него входит трость сплинтера. Момент. Но вот чем больше я на это смотрю, тем больше, мне кажется, это выглядит симпатично. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Это прикольно смотрится или лучше не нужно? И у нас осталось только два маузера. Точнее говоря, то, что от них осталось, от этих маузеров. Вот этот маузер разбит. У него нету одной ноги. То есть, поставить его не получится. Мы его можем только положить. И выбора особого нету. Он должен лежать на пузе банально, потому что в нем живет крыса. Она не крутится, не вращается, не вытаскивается. Она просто из него торчит. То есть, максимум, что мы можем сделать. Вот у него пасть открывается. Вот как-то так. Или вот так. Принципиальной разницы нет. Но определенно он должен ровно лежать. Ну, можно, наверное, его где-то как-то повесить вот таким образом. В общем, прикольно, но это часть диорамы. Это аксессуар. От этого чего-то сумасшедшего ожидать невозможно. И мне, если честно, это очень нравится. Это очень прикольно. У меня есть диорама по черепашкам. Супер. И последний маузер, то, что от него осталось, он разбит на три части. То есть, это вот тельце, которое можно поставить. Оно будет стоять. Как видите, совершенно спокойно. Внутри какие-то проводки, потроха, повреждения, повреждения. Затем средняя часть. Кстати говоря, сустав на месте. Зачем, непонятно, но на месте. Тоже есть какие-то проводки, потроха, вот это все. И голова маузера, которая тоже тут отрублена, торчат провода. Есть отверстие в голове. То есть, сюда точно так же можно воткнуть сай Рафаэля. И он точно так же поврежден, как и этот. Один в один. Итак, размер маузеров. В высоту он будет 5 сантиметров. Если брать до тушки, то 3. И в длину 8. Итак, подводя итог этого обзора, разумеется, я хочу еще рассказать, что пак далеко не для всех и не для каждого. У вас должна быть коллекция черепашек-ниндзя. Должна быть определенная диорама, куда все это можно поставить, для того, чтобы оно заиграло теми красками, которые в это вложили сами разработчики. То есть, у вас должно быть как минимум 4 черепашки, несколько других персонажей, чтобы это каким-то образом взаимодействовало. Купить это просто отдельно в отрыве от черепашек категорически невозможно. Поэтому это сделали именно онлайн-релизом. Давайте расскажу, каким образом они ко мне ехали и вообще весь путь, который они проделали. Я знал о том, что NECO создала свой онлайн-магазин, но всегда не решался оттуда что-либо заказывать банально из-за проблемы растаможки. Как вы знаете, я живу в Греции, все, что присылается не из Европейского Союза, должно быть растаможено. Таким образом, совершенно спокойно к любой цене на любую фигурку можно докинуть как минимум 15 евро таможенного сбора. И если вы заказываете какую-то фигурку, скажем, от Diamond Selecta, или же давайте возьмем NECO, 30 евро, то мы добавляем к ней 15 и получаем уже 45. Плюс может быть растаможка в процентном соотношении, то есть это 25% налог обычный в Греции. Итого фигурка становится, ну, в 2-2,5 раза дороже своей настоящей стоимости. Фигурку надо очень сильно хотеть, чтобы быть готовым за это заплатить. Я никак не решался. Банально по той простой причине, что опять-таки это дорого, цены кусаются. В любом случае всех фигурок не купить. Но когда анонсировали этих товарищей и сказали, что это эксклюзив, лимитированное издание, строго онлайн, я решил рискнуть. Я честно не знал, сколько и как мне обойдется доставка, растаможка. И был на самом деле готов к самому страшному, что мне придется за них переплатить раза в два больше. Однако нет, ситуация обстояла следующим образом. NECO отгрузила данную коробку в Голландию по своим каналам. Далее эта коробка была отправлена мне в Грецию из Голландии, то есть из Европейского Союза. Следовательно, никаких растаможек и дополнительных почтовых сборов. За доставку я заплатил 7 евро. То есть 35 евро стоила коробка, если ничего не путаю, плюс 7 евро доставка. Мне кажется, очень демократично. И таким образом можно, в принципе, смело заказывать что-либо из онлайн-магазина NECO. Опыт был получен. Что касается времени доставки, ну, 8 месяцев ждать это, конечно, жирно. NECO, в принципе, сразу сказала, что доставка будет во втором квартале 2022 года, но в любом случае это очень долго. Я, если честно, уже даже на каком-то этапе о них забыл. Я думаю, что причина кроется как раз-таки в онлайн составляющей строго, что им надо было понять, сколько у них заказов и сколько им надо произвести, отгрузить данных коробок, для того, чтобы они не застаивались и не было переизбытка. В принципе, у меня весьма своеобразные отношения складываются в последнее время к NECO и к их маркетинговой бизнес-модели. Но это, в принципе, повод для отдельного видео про доставку фигурок, про поиск фигурок. Ну, а на этом, друзья, я думаю, можно заканчивать данный обзор. Если вам это видео понравилось и вы хотите увидеть еще обзоры фигурок, я напоминаю, что в следующем мы будем открывать человека-факела от компании Diamond Select. Подписывайтесь на канал и жамкайте на колокольчик, дабы не пропустить уведомления о следующем видео. Если же вам понравилось это видео или же оно было информативным, поставьте лайк. Мне от этого будет действительно приятно. Разумеется, как всегда, я хочу напомнить, что приветствую любую конструктивную критику. Связаться со мной очень просто. Это можно сделать либо в комментариях к этому ролику здесь, на YouTube, либо же через мою группу ВКонтакте. Ссылку я оставлю в описании к этому видео. И, конечно же, отдельное огромное спасибо моим подписчикам на Boosty, которые, несмотря ни на что, все еще меня поддерживают. Я напоминаю, что на Boosty видео выходят быстрее, поэтому мои подписчики уже смотрят видео о человеке-факеле. Ну а на этом, друзья, я думаю, точно все. Благодарю вас за просмотр. Умейте радоваться мелочам. Не отказывайте себе в удовольствиях. Всего доброго.